Это лайф, это прямой эфир и мы продолжаем. Итак, широкие перспективы для российской экономики. Китай заявил, что планирует увеличить импорт природного газа в несколько раз. К 2030 году вместо 53 миллиардов кубометров в год наш сосед планирует покупать от 190 до 270 миллиардов кубометров. Пекин говорит, что это связано с необходимостью сокращения выброса парниковых газов. Переход с угля на газ считается в Китае важной частью трансформации промышленного сектора страны и реформирования всей экономики. Сейчас в Северной Китае очень мало газифицирован. Думаю, предприятия и теплостанции на угле и мазуте приводят к образованию регулярных смогов, в том числе в столице страны, в Пекине. Ну и плюсы китайской стратегии для нашей страны и минусы, если такие имеются, обсудим с экспертом. Это заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Александр Сергеевич, я вас приветствую. Что же значит инициатива Китая для нашей страны, кроме очевидной финансовой выгоды? Очевидную финансовую выгоду, как минимум, по-моему, это отнюдь немало. Давайте просто посмотрим по цифрам, сколько у нас получается. Надо понимать, что сейчас Китай закупает по разным оценкам от 53 до 60 миллиардов кубических метров. При том, что он намеревается еще расширить собственную добычу, но планы по расширению где-то в порядке 30 миллиардов кубических метров, их можно, в общем-то, не учитывать в нашей истории. Вот. Собирается к 2020 году нарастить Туркменистан поставки примерно на 38-40 миллиардов кубов. Вот. Значит, если мы берем минимум, о котором они говорят, 190, мы из 190 вычитаем имеющиеся 50, ну, если мы говорим о том, что они будут импортировать 190, а не увеличивают на 190. Вот. И получаем, и получаем тот промежуток, в котором мы, собственно говоря, можем с Китаем торговать. Понятно, что у Китая еще есть планы по расширению поставок СПГ. Они сейчас обладают мощностями, если не ошибаюсь, 55 миллиардов кубических метров на прием, но используют только половину этих мощностей. Вот еще 27 миллиардов примерно, 27-28 миллиардов они могут закупать в виде СПГ. И здесь для нас возникает вопрос, скорее даже не в том, будем ли мы туда поставлять, не будем ли мы туда поставлять, а конкретно конфигурация поставок. Я думаю, вы знаете, что сейчас строится газопровод «Силы Сибири». Вот. У газопровода «Силы Сибири» номинальная мощность 38 миллиардов кубических метров. Однако, существуют планы по расширению, если вдруг у покупателя возникнет потребность, планы по расширению поставок до 60-65 миллиардов кубических метров. Плюс «Газпром» ведет переговоры с Китаем по поставкам газа по западному маршруту. Это как раз к вопросу о северных регионах, которые мало газифицированы. Западный маршрут, он в основном ориентирован именно на эти регионы и там планируется поставлять, планируется, пока нету контракта, 30 миллиардов кубических метров. Плюс ко всему есть планы по, скажем так, Владивостокскому направлению. Но это наименее проработанное сейчас направление поставок, о нем, собственно говоря, можно и не говорить. И вот здесь, учитывая эти цифры, возникает вопрос, сколько конкретно газа Китай купит у России? 38 миллиардов, 65 или же 100 миллиардов кубических метров. Потому что, в принципе, озвученное окно увеличения импорта предполагает и первый, и второй, и третий вариант. Все будет зависеть от, собственно, наших договоренностей с китайской стороной, от планов Китая по расширению сотрудничества с поставщиками СПГ. Ну, разумеется, если мы говорим, скажем, о северных регионах, там СПГ, ну, слабо применим, потому что мало того, что вам его нужно доставить, регазифицировать, так вам еще нужно его доставить как-то до этих самых северных регионов, которые не имеют чисто географически выхода к морю, и там нельзя поставить терминал. Вот. Возможно, туда будут осуществляться поставки из Туркмении. И, скорее всего, действительно это будет происходить. Также интересно поведение Ирана. И в этой связи интересно, опять же, что недавно вот прошла такая трехсторонняя, вы знаете, встреча Каспийской тройки. Вот. И наше укрепление взаимоотношений с Ираном, это очень правильно, потому что, когда мы говорим о расширении энергетического рынка или изменении его конфигурации, надо, знаете, выступать единым фронтом, стараться не мешать друг другу, и в то же время определять конкурентов, с которыми мы будем бороться. Потому что, почему говорю про Иран? Потому что, скорее всего, Иран нацелится на рынок Китая. То есть, рынок Европы, да, он понятен, но рынок Китая более интересен, хотя бы потому что он расширяется, и он потребляет все больше и больше газа. К 2020 году они собираются увеличить потребление на 100 миллиардов. Да, но Китай все-таки развернулся в сторону России сейчас, что приятно. Ну, он не только в сторону России, тут не надо уж так буквально трактовать это. Здесь география играет роль, понимаете, учитывая, что мы находимся рядом, а северные регионы Китая наименее развиты, и у Китая есть, да, и с этим связано очень много проблем социально-экономических, проблем такого, знаете, сепаратистского характера, которые Китай решает путем развития регионов. Он вкладывает туда деньги, он развивает промышленность, газифицирует, он делает жизнь населения этих регионов лучше, и, соответственно, больше их притягивает как бы к себе. Мы рядом находимся, разумеется, от нас газ доставляет ближе и разумнее, чем тянуть его откуда-то из Австралии. При том, что себестоимость австралийского газа, ну, мягко скажем, не очень низкая, и, соответственно, им надо будет как-то покрывать понесенные затраты. И сейчас, кстати, что забавно, австралийцы продают по некоторым оценкам газ на 15% ниже себестоимости, что, согласитесь, несколько иронично. Вот, при этом газ в самом Китае стоит, ну, который они покупают, он стоит по нынешним временам довольно много. Последние оценки, которые я видел, если пересчитывать привычные нам за тысячу кубических метров, это порядка 250 долларов. Это сейчас, ну, довольно много. Ну, плюс ко всему, никто не знает, какие цены будут в 2020 году, а они, скорее всего, ну, по моим. Да, давайте в эту тему мы уже не будем углубляться. Вам большое спасибо. Итак, это был заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Все по полочкам нам разложил. Ну, а сейчас мои коллеги также разложат по полочкам все относительно газопровода «Сила Сибири». Проект «Века» строительство магистрального газопровода «Сила Сибири» длиной в 4000 километров началось в сентябре 2014-го. Сварка первых труб прошла недалеко от Якутска. Свою подпись на стыке труб поставил Владимир Путин. Мы начинаем самый крупный строительный проект в мире. Ничего крупнее в мире происходить в этой области в ближайшее время не будет. Но дело не в каких-то рекордах, а дело в том, что это чрезвычайно важный проект и для Российской Федерации, и для Китайской Народной Республики. Магистраль ведут в две стороны. На запад к Чаиндинскому месторождению в Якутии, а потом к Кавыктинскому в Иркутской области. На восток газопровод прокладывают до Благовещенско-Амурской области. В этом районе магистраль поворачивает на Китай. КНР станет главным покупателем восточно-сибирского газа. Проект поставок топлива Москва и Пекин обсуждали более 10 лет. Главным камнем крикновения была цена. Но в мае 2014 года стороны, наконец, пришли к компромиссу. И важнейший для нашей страны контракт был подписан. Цена газа официально не раскрывается. По нашим оценкам речь идет где-то о 380-390 долларов за тысячу километров на начальном этапе. Договор заключили сроком на 30 лет. Общая цена контракта 400 миллиардов долларов. Ежегодно Пекин планирует закупать 38 миллиардов кубометров сибирского газа. Первые поставки небольшого объема начнутся в 2019 году. Китай называют самым главным рынком газа следующего десятилетия. Северные районы страны газифицированы всего на 2-3%. Эти регионы очень углифицированы. С началом отопительного сезона регулярно появляются в интернете, в средствах массовой информации, сообщения о том, что там начинается экологическое бедствие в случае, если нет ветра. И после включения этих угольных электростанций для отопления и выработки электроэнергии наступает смог. Газ жизненно важен для этих провинций. Сила Сибири в Благовещенске не остановится. Планируется, что трубопровод доведут до Хабаровска. Дальше сибирский газ вместе с Сахалинским по уже действующей магистрали пойдет во Владивосток. Оттуда жиженное топливо можно продавать по всей Азии. Но сила Сибири строится не только ради экспорта. Масштабный проект даст толчок развитию Сибири и Дальнего Востока. Это даст нам возможность подтолкнуть развитие в этом регионе, да и во всей стране машиностроения, металлургическую промышленность, трубную промышленность, химическую промышленность. Это огромные капиталовложения, создание новых рабочих мест и высокотехнологичных производств. Большую работу предстоит проделать и Пекину. Но китайский трубопровод почти в два раза короче силы Сибири, так что и времени на постройку нашим партнерам потребуется меньше. Фёдор Червяков, Дмитрий Маркачёв, Левтина Пинкальская, Лайк.